Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу поздравить вас с тем, что мы вступили в новый мир, мир дворим, мир окончания, уже мир подготовки к Рошашана, к тому суду, когда каждый пройдет перед ним. И надо что-то делать, надо как вот перед экзаменом что-то, хоть что-то открыть, лекцию посмотреть чему-то, что-то, какой-то шаг. При Дарване Торы сказано, встали у подножья горы. Раф Авдами говорил, что это учит нас тому, что Бог слонил над нами гору как корыто и сказал, если понимаете, хорошо, а если нет, там будет ваша могила. И вот есть один хороший вопрос, а почему там? Почему там? Я когда-то это рассказывал, но это именно в дворе им находится. Здесь надо было сказать, будет ваша могила. И глава Ешивы рассказывал, Авдами был главой Ешивы, он рассказывал, открой вам тайну, есть одна могила, которая называется там. В ней похоронены все надежды, все ожидания, все будущее, все, все, каждая надежда в первую очередь. И что такое, например, ребенок идет в школу, не учится потом, да, мечтает, там сидит, там какие-то мысли у него, стал старше, там учиться, потом жениться, потом учить, зарабатывать что-нибудь на семью, потом продвинуться, потом так гибнут таланты, так гибнет, все. Потом это нужно готовиться к экзамену сейчас. Нужно, нужно сейчас начинать. Слово там разберемся, там ничего страшного, потом разберусь. Это страшная вещь. Если вы страдаете синдромом, там он будет подобен всегда линии горизонта. То есть ее всегда видно, никогда нельзя достичь. Вы будете переходить от одного там к другому, от разочарования к разочарованию. И там это место погребения иллюзий. Какой вывод надо сделать? Не там, а завтра. Завтра, простите, не там, не завтра, а сегодня. Сегодня и сейчас здесь. Начните сегодня. С чего-нибудь. Ну что-нибудь, например, могу дать совет. Если человек еще совсем не в теме, он только начинает учиться, начнет говорить, в первую очередь, браху на каждую еду и на каждое, что ты ешь. Иначе человек, написано, который ест что-то, берет от этого мира, не говорит браху, он ворует. Раскрой один секрет, не совсем такой, как бы сказать, галахический, но подходящий. Говори на все, если ты не умеешь говорить брахи, если ты еще только идешь вообще. Каждая вещь, там арбуз, одна браха, там, это другая. Но если ты не умеешь ничего, говори простой браху, что означает благословенный Господь Бог наш, царь вселенной, по слову которого возникло все. И расскажу вам теперь на эту тему Майсу. Однажды в Иерусалиме состоялась встреча бывших, так сказать, израильтян, светских, которые называла крупная религиозная организация. Было очень интересно. В один из моментов, один участник, такой грудный пожилой мужчина, взял слово, взял арбуз и говорит ту браху, которую я сказал. Благословенный, который, по слову которого возникло все. Услышав, один из присутствующих, Равин, сказал, это благословение постфактум считается достаточным. Но правильная браха на арбуз другая, создающий плод земли. И тут Гелат, так звали этого человека, он говорит, послушай, рабы, я тебе сейчас расскажу. Во время войны 73-го года, судного дня, я сидел в танке на голландских высотах. Нас было очень мало. И на наших позиций шли сотни вот этих вот и сирийских танков. Отступать было некуда, разве что с обрыва в Кенерет. И мы понимали, что у нас шансов вживую выйти нет. Один из танкистов спросил по рации у соседнего экипажа, ребят, кто-нибудь из вас имеет молиться? Настала такая полная тишина, и один говорит, да я что-то помню, кажется, вот так. Барухата, Адонай, Лейномлихвам, Шакольни, Абедвору. Ну, раздалась тогда команда командировала. И говорит, знаете что, России никто не знает четкой молитвы, давайте вместе. Барухата и все танки вместе, танкисты, рябкнули в несколько десяток глоток. И тут же там раз снаряд, раз снаряд, пушечный зал наших танков. Первый раз, когда они как раз не сирийцами поднялись, удался на славу. Четыре танка были сирийских тут же подбиты, как свечки горели. Давай еще, сказал командир, они опять все вместе. Барухата, Адонай, Лейномлихвам, Шакольни, Абедвору. Еще снаряды, еще передние танки горят. Сзади машины остановились, некоторые стали поворачивать назад. Говорят, а мы как одержим, орали, Барухата, Адонай. Стреляли, стреляли. Наступление сирийцев закончилось. Повсюду костры горели. Кто-то из наших сказал, смотрите, как Лакба умер. Действительно, это походило на праздник Лакба умер, когда по всему Израилю зажигают костры. В память о рабе Шимон Барлихаеву. А вы, рабе, говорите, браха, сказал Гелат. То, что было хорошо для сирийцев, вполне подойдет и для арбуза. Я специально, конечно, лучше говорить правильную браху, но я вам рассказал, чтобы немножко сегодня не напрягать. И второе, чтобы все-таки, дорогие друзья, давайте начнем что-нибудь, потому что вы видите, что творится с миром. Каждое наше действие меняет мир. Делайте один шажочек. Один. Не там, не тогда, а сегодня. И вы измените мир. Браха ва цлаха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...